И другая тема сейчас. Кризис среднего возраста, кризис среднего человека, одиночество, самокопание. Вот основной мотив картины географ «Глобус пропел», снятый по одноименному роману Алексея Иванова. Фильм получил главный приз на сочинском кинотавре и сейчас приезжает к нам в рамках фестиваля российского кино в Израиле. Мужчина! Ваш билет! Катар Ростелкерев! Мы же не можем брать на работу человека без педагогического образования, да и вообще без какого-либо знания предмета. Рост Борисович, я с удовольствием ознакомлюсь с этим предметом. Ну что, видишь, что у него географа? А то! Ну и как он? Я вам дула! О, привет! Это я, твой пупсик. Я тебе не верю, я вам вообще никому не верю, потому что вы сами себя не уважаете. Ну ладно, только ты десять раз повторяешь, что ты бивень, падла. Я вам правду в глаза говорю, вы же даже не краснеете. Взял. Я хочу жить, как святой, что ли. Что-нибудь трахаться, что ли? Да нет. Ну, святым нельзя трахаться. Дуры, это монахам нельзя. А святые не все были монахами. И со мной в студии один из организаторов фестиваля, директор по спецпроектам театра «Гешер» Роман Кветнер. Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, пожалуйста, о фестивале. Ну, это у нас уже традиция, у нас уже восьмой международный фестиваль. Мы начинали когда-то с крещендо, с музыкального фестиваля, потом мы сделали много театральных фестивалей. И вот уже в третий раз мы делаем кинофестиваль. Сначала он сложился, просто случайно как-то так к нам обратились, мы решили, что ну почему бы и нет. Стихи, нарождающиеся вещи иногда бывают самые лучшие. Бывают самые интересные, да. А потом мы как-то в это дело втянулись, нам страшно понравилось. И мы были крайне удивлены, особенно в прошлом году, уровнем российского кинематографа, который казался мне до этого, что он достаточно как-то ушел. Вот то кино, на котором мы когда-то воспитывались, мне казалось, что оно ушло. Вот я хотела бы, да, поинтересоваться на эту тему, потому что отсюда, может быть, мы просто как бы не доходят до нас. Но есть ощущение все еще того, да, в кавычках перестроечного кино, что вот все, что снимается в России, это чернуха, бандитизм, заказуха, ужасуха и все, что ухо. Мне кажется, что вся проблема заключается в том, что мы видим либо в телевизоре, что показывают в основном сериалы, в основном кино не показывают. И вторая проблема, потому что у нас нету никакого русского проката, в Израиле нету русского проката, в кино не показывают русские фильмы. Почему? Это уже второй вопрос, но не показывают. То есть вы утверждаете, что есть хорошее кино российское? Меня вот по-честному в прошлом году особенно просто удивило. Было несколько фильмов, которые просто для меня были откровениями, что я даже не ожидал от российского кино, что они такие глубокие, настоящие, серьезные. Драматургия какая-то вот новая, интересная, неожиданная, ужасно неожиданная. И замечательные артисты воспитались, и какие-то новые режиссеры, которые нам ничего, как бы ничего не говорят, а на самом деле это очень серьезные какие-то работы, просто серьезные. А зачем вообще ходить в кино? 2013 год. Даже если никто из нас здесь вслух не признается, но мы смотрим кино немало, онлайн, или мы скачиваем картины. Зачем вообще ходить в кино, когда и экраны растут с каждым годом, как дети? Замечательный вопрос. Я вам скажу, на это есть у меня замечательный ответ. Не менее замечательный ответ. Не менее замечательный ответ. Ответ будет такой. Дело в том, что, как вы помните, у нас всегда называлось это кинотеатр. Не кино, а кинотеатр. И кинотеатр состоит из двух частей. Кино и театр. Что такое в кинематографе, что от театра есть? Есть публика. Есть публика, которая сидит в зрительном зале, которая совместно какая-то энергия, которая вместе смеется, вместе плачет. Я уже не говорю о качестве. Все равно, какой бы мы телевизор дома не поставили, это не экран, который 14 метров на 7 в высоту. И это не тот звук, который можно получить Dolby и так далее, и так далее. Это что придумано. И самое главное, что вы в кинотеатре, только в кинотеатре вы можете понять, что действительно хотел сделать режиссер, что хотел сделать оператор. Потому что там будут настоящие цвета, там будет настоящий звук, там будут настоящие эффекты. Над этим очень много работают. Вкладывают какие-то, наверное, чуть ли не пол бюджета фильма. Это так называемый постпродакшн. То, что они делают с компьютерной графикой, со звуком. Это огромнейшая работа, которая у нас, когда мы взяли и скачали, и посмотрели на лэптопе или даже на телевизоре, это половину отрезали, как будто выкинули. То есть мы просто сами лишаем себя немалой части удовольствия? Ну, мы можем купить книжку и посмотреть репродукцию Ван Гога. Но это же не будет картины. Никогда. Какого качества не было фотографий, чтобы ты не был. Давайте только напомним даты. С 10 по 16 ноября у нас будет 8 показов. Будет замечательная картина. У нас, кстати, между прочим, есть один показ. Время наше. Увы, выходит вся информация. Так где ее можно найти? На сайте Театра Геши? На сайте Театра Геши можно найти все информации. Роман Клетнер, большое вам спасибо. Спасибо вам. Просто про синематограф можно говорить бесконечно на самом деле. Бесконечно, мне кажется, это интересно. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.